Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Традиционно в этот день, в субботу, мы подводим итоги недели с Русланом Безяевым. Он со мной на связи. Руслан, здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые зрители. Руслан, понятно, что эта неделя была под знаком международной активности президента Украины Владимира Зеленского. Не начать с этого я не могу, хотя мы очень много еще каких-то деталей и очень важных моментов обсудим на протяжении нашей беседы. Но вот вопрос простой. Да, Сунак, Король, Макрон и Шольц, саммит, где подарили флаг, где, собственно, вот так принимали в Европе Владимира Зеленского. А какой результат? Все-таки, какой результат? Результат в тех непубличных договоренностях, которые остались за кадром, Саша. Потому что та повестка дня, с которой летал Владимир Александрович и на Туманные Альбионы в Европу, она не требует столь пристального участия президента Украины. Это, собственно говоря, повестка дня профильных министров. Министра обороны, министра иностранных дел, возможно, там, министра инфраструктуры, топливоэнергетического комплекса, главы Верховной Рады, премьер-министра, нужное подставить. Но в любом случае не президента. То, что визит носил очень важный характер, говорит о том, как Владимира Александровича принимали, например, в Лондоне. Ну, среда, это традиционно в британском парламенте день дебаты. Ну, то есть, по-нашему, когда друг друга обкладывают консерваторы и их оппоненты-либористы всякими нехорошими вещами. Но в этот день, как бы, они отложили на сутки свои внутренние разборки, а разборки там идут достаточно существенные. Послушали выступления президента, да и уровень приема был достаточно существен. Достаточно существенные. Но повестка дня переговоров, еще раз говорю, она явно отличалась от, скажем, того уровня приема, который мы наблюдали. Следовательно, скорее всего, говорили не только о том. Затем Владимир Александрович полетел к ближайшим заклятым друзьям Туманного Альбиона, Макрону и Шульц. Как мы с вами помним, в последние полгода президент Франции, фактически президент Европейского Союза, Эммануэль Макрон, в общем-то, не сильно выбирал выражение по поводу Туманного Альбиона. Ну, естественно, его фамилия не пригожен, поэтому он иногда все-таки не говорит все, что он думает. Но, тем не менее, для политика такого уровня это были достаточно резкие заявления. Там тоже прошел определенный саммит. Там тоже было сказано много красивых слов. За все хорошее против всего плохого. За мир во всем мире. За поддержку Украины. Даже за Европейский Союз, не к субботе он будет помянут. Тем не менее, поговорили. Ну, это все опять же, Саш. О чем они на самом деле могли говорить? Политиков, как мы с вами знаем, судят не потому, что они говорят, а потому, что они делают. Вот по действиям мы как раз можем судить о том, зачем на самом деле Владимир Александрович поехал в стол резкое и, обратите внимание, не анонсированное. Да, очень интересно. Обычно же такие визиты, Саша, готовятся. Просто так к британскому королю на чай не зайдешь. Это процедура, это церемониал. То же самое это касается и других не менее важных и весомых политиков. И почему-то в рамках этого всего как-то на второй план отошла беседа с президентом Польши Анджиэм Дуды. А она тоже имела в этом серьезный характер. Да. Да. Поэтому давайте попробуем вместе порассуждать. Какие такие темы могли подниматься на этом визите и почему он носил такой срочный характер, а не анонсированный. Как мы понимаем, речь шла о том, что велись переговоры с двумя противоположными концепциями. Концепция британская. Мы ее уже неоднократно обсуждали. В чем она заключается. И в европейской политике, и в отношении с, скажем, Соединенными Штатами Америки, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и по проблематике Китая, и по проблематике России. Сюда бы еще добавил то, что фактически Британия сейчас это столица всех транснациональных корпораций. То есть фактически сейчас мы наблюдаем некий симбиоз части британских элит и транснациональных компаний. Очевидно, они действуют по единому скоординированному плану. И на данный момент Украина является очень важной частью этого плана. Потому что согласно этому плану надо не просто оторвать Германию от Европы. Ну, мы же братья, как говорят англичане, теперь немцы. Не просто оторвать Германию от Европы, а создать, скажем так, свой Европейский Союз, оставив Францию в дураках. Францию и те страны, которые на нее ориентируются. Соответственно, в этой концепции, как мы с вами говорили, это и раздел России на несколько частей. Это создание нового Европейского Союза. Это аккуратное провоцирование политического кризиса в Соединенных Штатах Америки. Помните 2016 год, выборы Трампа? Помните такой Кембридж-аналитик? Который мало говорят, но который, как мы уже сейчас понимаем и знаем, внесла определенный вклад. Скажем так, в победу 45-го президента Соединенных Штатов Америки. А чтобы ушки сильно не торчали, придумали Раша Гейт. Который вообще на голову не налазит. Ну, вот тоже самая ситуация с Аукусом. Аукус должен был выполнять роль, знаете, такого азиатского варианта Британской империи. Азиатско-техоокеанского, назовем его так. Но американцы попытались перехватить инициативу. Что не очень устраивает британцев. В концепции Британии Китай должен быть разорван на мелкие запчасти. В первую очередь экономически. Но этому категорически противостоят не только Соединенные Штаты Америки. О чем мы поговорим позже, когда будем разбирать выступления Джо Байдена в Конгрессе. Ну и Европейский Союз. А также еще ряд стран. Например, Аравийский полуостров, Израиль, Иран и так далее, и тому подобное. Какая кровожадная Великобритания все-таки. И Россию разорвать на кусочки, и Китай на запчасти. Это реальная политика, понимаете. Всегда реальная политика. Она немножко цинична и практична. Но прикрывается она всегда борьбой за самые светлые идеалы. Давайте вспомним Мюнхенский сговор. После которого тогдашний премьер-министр Невил Чемберлин приехал и громогласно заявил о том, что я привез вам вечный мир. Вечный мир продержался, ну, чуть менее года. Вечный мир был достигнут за счет аннексии части территории Чехословакии, которые, между прочим, давали гарантии. Вот не помню, какие страны давали гарантии. У меня что-то склероз проклятый. Поэтому, да и другие политики. Давайте возьмем политику любой империи, и мы с удивлением обнаружим, что в принципе она действует по плюс-минус одинаковым лекалам. Оттенки разные. Позиция Европейского Союза немножко другая. Эммануэль Макрон после переговора с Владимиром Александровичем как бы послал некий сигнал в Москву. Товарищи, пора заканчивать с этой войной. Ну все, уже хватит. Сколько можно? В противном случае мы включимся по полной программе в помощь Украине. И тогда вам мало не покажется. Тогда будут и Рафали, или Кверки. Ну как-то в Москве не сильно испугались, Руслан. Понимаете, что значит испугались или не испугались? Политика это всегда соотношение баланса силы. То есть мы сейчас наблюдаем ситуативное совпадение интересов в этом вопросе. Но, скажем, его потенциал достаточен для того, чтобы уже, скажем, со следующего года на вооружении Украины появились очень серьезные образцы вооружения, которым России нечего будет противопоставить. Даже в нынешней ситуации, если верить, скажем так, основателю ЧВК Евгению Пригожину, для того, чтобы полностью оккупировать Донбасс, надо полтора года. Выйти к Непру три года. Поэтому, когда говорят, что испугались или не испугались, если мы как бы уберем определенных российских краснолинейщиков, то из Москвы постоянно поступает сигнал о том, что, ребята, давайте как бы сядем за стол переговоров, но просто без предварительных условий. Последнее заявление – это замглавы МИДа Рябкова. Мы же понимаем, что дипломаты от себя тянуть не несут. Поэтому в России есть определенная концепция, которая говорит о том, что надо из этой истории как бы выходить пораньше и с наименьшими потерями. На сейчас, вы правильно заметили, недоминирующие. Но это на сейчас. Политика – это же всегда игра блин. Кроме того, Макрон как бы посылает сигнал сюда, что, ребята, тоже надо что-то делать. Отсюда и поддержка десяти, скажем, пунктов президента Зеленского. В чем она будет конкретно проявляться? Это очень интересный вопрос. Но в любом случае, европейцы видят для себя дедлайн – это конец этого года, начало следующего. Плюс-минус такой же дедлайн видят для себя американцы. Обратите внимание, что поставки тех же бомб, тех же самолетов, тех же танков, они плюс-минус упираются в этот календарный год, но в основном в следующий. Первый квартал 2024 года. В этой ситуации Владимиру Александровичу будет достаточно тяжело держать баланс. Но баланс держать придется. Балансировать приходится между Британией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Говорят, в феврале Джо Байден посетит Польшу. И не исключена трехсторонняя встреча. А может, двухсторонняя с Владимиром Александровичем. Если она произойдет, не удивлюсь. Но все-таки, что привез Зеленский в Украину? Зеленский привез в Украину, во-первых, четкие гарантии со стороны Британии, что она будет помогать всем, чем может. Понимание того, что хочет Европа и что может сейчас, и что она будет делать в следующем году. Осталось, как говорится, навести последнюю резкость с Соединенными Штатами Америки. Скорее всего, для этого состоится встреча с Байденом на территории Польши. Ну, вот эти вот все понимаете мантры, там, Европейский Союз, ступим, как бы, позавчера и все прочее, я убираю. Это ни о чем. Это политический мусор. Ну, как бы, он нужен для внутреннего потребления, чтобы кто-то думал, что мы действительно идем в Европу. Это называется, так скажем, любители изящной политической словесности называют это работой с электорией. Я, извините, что бью в одну точку, Руслан, ну, получается, ничего не привез Зеленский. Почему ничего? Ну, почему ничего? Обучение пилотов, увеличение, скажем, обучения солдат на территории Британии. Нельзя сказать, что ничего не привез. Абсолютно нельзя так сказать. То есть, еще раз повторюсь, каждая из сторон высказала свою концепцию. Британия сказала, мы хотим вот так. Хорошо, мы будем обучать пилотов. Мы будем просматривать варианты о передаче самолетов. Причем это не обязательно могут быть, скажем так, британский Еврофайтер, Тайфун. В Британии есть, так сказать, понимающие ее страны на территории того же Евросоюза, которые могут передать, например, СФ-16. Мы увеличим контингент обучения. Мы будем давать 600 высокоточных ракет. Стормер, по-моему, называется. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, военная номенклатура, а финансово не было сказано ничего. Потому что в данный момент, скажем так, заплатил Евросоюз 18 миллиардов евро, которые сразу же идут на погашение кредитов. Но с военной точки зрения, британцы дали. Даже для них сейчас вот эта рота Челленджеров-2, это очень много, учитывая, что у них на ходу около 120 танков. Теперь относительно Европы. Вы думаете, просто так сделал концерн Рейн Металл заявление о том, что Украина может быть первой страной, которая получит самые новые немецкие танки Пантера? Когда? Да, Макрон, 24. Если ничего не поменяется, 24-й год. 24-й год. Поэтому 23-й год весна-лето будет крайне интересным. Очевидно, для того, чтобы держать баланс, здесь пройдут какие-то очень серьезные внутриполитические изменения. Осталось понять, какие. И речь не только о выборах. Выбор – это инструмент. Выбор еще надо провести в условиях военного положения. Поэтому, обратите внимание, приехал Владимир Александрович и сразу опять начались обыски. Сразу пошел вой в соцсетях, опять о коррупции. Замахиваются опять на, скажем, заместителя и главы ОП. Процессы не останавливаются. Это тоже результат визита Владимира Александровича в Лондон и Европейский Союз. Или это отдельная история. Но тут мне кажется, что это одно не противоречит другому. Это и внутренняя повестка дня, и пожелания, скажем так, наших западных партнеров. Помните, какая статья вышла в Deutsche Welle, да? Буквально неделю назад о том, что мы платим, платим, но коррупция как была, так и осталась. С этим надо что-то делать, потому что на дворе, мягко выражаясь, не лето 2019 года. И денег у нас самих не очень-то хватает. Поэтому будем наблюдать очень интересную перипетию. Я же говорю, тут с одной стороны я понимаю, что Макрон вряд ли сейчас полезет на рожон с какими-то резкими действиями. Но с другой стороны, время давит, в том числе и на Европейский Союз. То же самое противоположная концепция Зала-Манши. То есть ни ковид, ни все остальное не перегрузили, скажем, экономический уклад. То есть переход на зеленую энергетику возможен только в том случае, если будет острый дефицит классических углеводородов. Чтобы установился хотя бы паритет цен на новую энергетику, вот эту зеленую, так называемую, и классическую. Пока этого не будет, особо ситуация не сдвинется с места. А время в данном случае работает в том числе и против них тоже. Но Путин помогает. Товарищ Байден не оказался с радником и агентом. Но Путин помогает в этом отношении. Решение о сокращении добычи нефти прогнозировано. Вызвали определенный вой, мол, что ж это такое, вы нефть используете как оружие. Кричат те, которые устанавливали Путину потолок. То есть мы видим, что ограничения, ну, соответственно, Россия играет в другую сторону и как бы говорит, что цена теперь будет больше. А это влечет прямо к тому, о чем сказали только что вы. К тому, что и альтернативные, и традиционные энергетики сравниваются в ценах. Еще пока не сравнялись, и давайте не забывать, что надо еще подождать решение ОПЕК. Как на это отреагирует ОПЕК? На это решение России. То есть будет ли там, скажем, аналогичная ситуация, аналогичная точка зрения или иная. Но тогда мы можем уже на следующей неделе говорить о том, что да, как бы все идут в одну сторону, но разными путями. Или наоборот. В концепцию, скажем, глобального зеленого перехода вставляется очередная рельс. Не будем спешить с такими очень жесткими выводами однозначно. Я не могу не как бы сакцентировать на двух деталях в визите Владимира Зеленского. Деталь первая – это орден почетного легиона. Разгорелся спор, а Путин получал от Жака Ширака в шестом году такой же орден. А это, получается, они теперь в одном же ордене, потому что президент Франции вроде бы как это не просто награда, не просто бритцатюлька, а это вот, скажем так, ну, определенное общество, общность. Это первый момент, первая деталь. Ну, а вторая деталь – это уже, ну, видимо, пятница. Пятница была у Дмитрия Анатольевича Медведева, и на субботу он, собственно, ну, там, пятница, суббота, он, собственно, вот так вот уничтожил Финляндию раньше, а немного проспавшись, ну, вот поругал за свитер, и, ну, свитер на приеме у короля Зеленского. Я не буду приводить точно цитату, извините, уважаемые поклонники Дмитрия Медведева, но я просто пытаюсь сделать акцент, что на ордене от Макрона и внешнем виде Зеленского играли, в том числе и политически. Что скажете? Ну, будут играть, естественно. Естественно, будут играть. То есть у нас даже, знаете, Лук и Геральдика превратились в инструменты политической борьбы. Ну, я не вижу здесь каких-то особых, знаете, скрытых смыслов. Но, очевидно, все перипетии вручения Владимиру Александровичу этого ордена мы будем понимать после того, как закончится его президентская каденция. И, скажем так, как он войдет или вляпается в историю. То есть политик может уже войти в историю, может вляпаться. Только после этого можно делать какие-то выводы относительно орденов и всего прочего. Ну, а относительно того, как там Дмитрий Анатольевич денег нет, но вы там держитесь, описывает, как бы, перипетии одежды нашего президента. Ему там, говорят, новую задачу поставили. Увеличить производство бронетехники, в том числе танков. Пускай, как бы, подумают над этим вопрос. Потому что, насколько я понимаю, насколько я читал информацию, даже модернизировать, скажем так, хорошие времена, 17-18 год, у российской танковой промышленности получалось 31 танк. Например, доводить Т-80Б, ну, серии там Т-80Б-МП. Вот. Поэтому эта тема, ну, знаете, ну, как всегда, понимаете, мы всех убьем фашистов, мы все сравняем землю, это все наша земля и так далее, и так далее, и тому подобное. Обратите внимание, Дмитрий Анатольевич старается даже в России мало комментировать сейчас. Потому что у них у всех такая, скажем, большая здоровая печь. Чтобы комментировать это на раку. Руслан, Конгресс и выступление Байдена. Что они нам, вот там, из-за океана, ну, вот какой месседж послали? Да. Вот это очень, Саша. Конечно, мы все обратили внимание о том, что приветствовали, стоя и с аплодисментами самого Байдена, и это все напоминало, ну, вот такое политбюро, да, КЦК КПСС съест. Ну, картинка выдающаяся. Даже в этой, как бы, атмосфере купалась и наш посол Маркарова, которую поднимали и аплодировали. Как Зеленский плакал, да, так точно, ну, вот, глаза на мокром месте были у этой Маркаровой, у нашего посла. Но то, что Байден сказал, и то, что, ну, вот, стало понятно после этого, этой встречи, ну, вот, этой встречи с Конгрессом. Считали, сколько раз упоминал слово «Украина», сколько раз слово «Путин», сколько раз слово «Китай», «Китай» больше всех, но исключительно в таком фарватере конкурента. Что вы вынесли из этой речи, и действительно ли она была такая программная и в чем-то новаторская? Да, это была программная речь. Фактически, этой речью Байден бросил вызов части демократической партии и протянул руку, скажем так, умеренному крылу республиканцев. Это очень важно, потому что местами речь Байдена очень сильно напоминала программные тезисы Дональда Трампа. Мы сейчас о них дойдем, а, отвечая на вас вопрос, давайте начнем с Китая, давайте все-таки будем использовать цитаты Джо Байдена, для того, чтобы мы понимали, о чем идем речь. Итак, по поводу Китая. Мы не будем вступать в конфликты с Китаем. Мы вызываем его на конкурентную борьбу. Давайте посмотрим, кто будет лучше. Тем не менее, Байден четко дал понять, что шутить в США по поводу оружия бессмысленно. И лучше этому никому не делать. А теперь по поводу самого главного, внутреннего контекста, потому что, как правило, в американской политической традиции вторая часть президентского срока любого президента Соединенных Штатов Америки посвящена внутренней проблематике. Говорил Байден долго. Говорил он 73 минуты. Для нынешнего президента США это очень нет. Это фактически телемарафон. И говорил он о том, что явно не хотели услышать часть демократического эштеблишмента, и чего не ожидали услышать избиратели республиканской партии. Давайте несколько цитат для понимания. Мы ухитрялись нормально сотрудничать в прошлом Конгрессе. Мы прекрасно сработаемся и с этим составом. Говорил Джо Байден, новому составу американского Конгресса, в котором, как мы помним с вами, победу одержали республиканцы. Да, с небольшим результатом, но республиканцы. Но американская политическая традиция предполагает то, что победивший забирает все. То есть фактически все комитеты Конгресса сейчас под республиканцами, внутри которых, как мы с вами помним, тоже существует несколько фракций. Байден в этой речи полностью убирает всю ту идеологическую повестку дня, с которой он шел на выбор. Покаяние белой расы. Обвинение накомыстащих дикость. Трамп-агент Кремля. Республиканцы – враги народа. Что говорит нам Джо Байден по этому поводу? Опять же цитата. Люди послали нам четкий сигнал. Борьба ради борьбы, сила ради власти, конфликт ради конфликта никуда нас не приведет. Мы должны восстановить костяк нашей нации. И этот костяк – средний класс. Как мы помним, как раз демократическая партия шла на выборы с практически концепцией «Довоз». о том, что в новом чудном мире не должно быть среднего класса, а должны быть только транснациональные компании и бедняки Пау, Паралюмпин, которым выдается безусловный базовый доход. Байден говорит о том, что политика предыдущих администраций, но тут он, наверное, и себя любимого немножко имел в виду, он же тоже как бы не совсем новое политическое лицо в истории Соединенных Штатов Америки, заводит Америку в тупик. Что говорит по этому поводу Байден? Уничтожение реального производства привело к тому, что большинством стали фактические паразиты, живущие за счет государства и полностью зависимые от правительства и власти. Этого Байден прямо не говорит, но об этом в своей речи намекает. Строить экономику снизу вверх и от середины к наружу, а не сверху вниз. Потому что средний класс преуспевает, бедные поднимаются по лестнице вверх, а богатые по-прежнему преуспевают. И только тогда у нас все хорошо. Слишком много хорошо оплачиваемых рабочих мест в производстве было перевещено в заграницу. Паблики у нас дома закрылись. Когда-то процветающие города и поселки превратились в тени того, чем они были раньше. И по пути еще что-то было потеряно, продолжает он. Гордость. Это чувство собственного достоинства. Make America Great Again. И сделать, да, знаете, сделать Америку снова великой. Но вот эти все проклятые, знаете, троцкисты, марксисты Берни Сандерс и Камалы Харрис и прочие, Клинтон, понимаете, мешают ему построить нормальное общество. Интересная эпоха, понимаете. Ну, потом, естественно, Байден говорит о высокой инфляции, которую, скажем, занес в Америку Путин. Но правда говорит о том, что при этом мы чувствуем себя лучше других. И она говорит абсолютно правду. По сравнению со всеми остальными экономическими гигантами, Соединенные Штаты действительно в данный момент чувствуют себя немножко лучше, чем все остальные. И дальше Байден говорит о программе своей администрации на ближайшие два с половиной года. То есть, каким образом он хочет опять вернуть Америке ее былое величие. Только не подумайте, что это выступал Дональд Трамп. США будут перемещать назад в Америку все значимые технологии, которые двигают мир вперед. Байден сказал, что сегодня до 40% мировых микрочипов производят в США. Но это, скорее всего, американские компании, потому что всего Америка производит до 8-11% микрочипов. И он хочет увеличить этот процент до большинства. США будут поддерживать автомобилестроение, не позволяя другим странам обеспечивать себе большинство в этой отрасли за счет ВОЗа. То есть, если хотите продавать автомобили в США, производите их на месте. Байден собирается вернуть США к положению лучшей инфраструктуры в мире. Мы были когда-то на первом месте. Сейчас мы номер 13. Это надо вернуть назад. При этом Байден говорит о том, что, ребята-республиканцы, давайте сотрудничать. Вашим статом это будет О. Вы получите свой политический капитал, и мы спокойно с вами сработаемся. Также, что немаловажно, Джо Байден намекнуло то, что в научной сфере США хотят вернуть утраченное обидорство. То есть, они хотят сфокусировать все новые технологии именно у себя. И вести аналог закона Джексона-Менника, который не позволяет всем остальным странам получить полный доступ к этой технологии. Ну, про Китай мы уже с вами говорим. Резюмируем эту тему. Резюмируем. Первое. Байден идет на второй строк. Раз. Второе. Байден считает, что он спокойно договорится с частью республиканской партии и с теми штатами, которые называют колеблющими. Речь Байдена была направлена в первую очередь на тех избирателей, которые еще не определились. А также частично на тех избирателей, которые не хотят его движения на второй срок. А таких немало. По американской статистике, это около 40% демократов и более 60% республиканцев не хотели бы видеть Джо Байдена на втором президентском сроке. Байден объясняет, за счет чего он это сделает. Во-первых, он проведет перестройку, перестрелку, перекличку в родной и любимой демократической партии. А во-вторых, он возьмет на вооружение не только тезисы, но и некоторые программные моменты своего заклятого оппонента, Дональда Трампа. Но сейчас, если мы возьмем американскую социологию, именно эти два кандидата будут бороться за президентский срок в 2024 году. Таким образом, Байден старается выбить из-под Трампа часть его, скажем, ключевых обещаний, часть его ключевой программы. Вот смотрите, мало на того, что Трамп не вменяшка, он со всеми поссорился, а то, что у него было хорошее, например, в экономике, я заберу себе. И мы с вами, товарищи республиканцы, прекрасно это сделаем и поделимся. По честному или по справедливости это второй вопрос, но поделимся. Теперь относительно Украины была сказана одна фраза, что мы будем поддерживать, будем поддерживать и будем поддерживать. То есть до 2024 года в этом смысле концепция Белого дома, несмотря на то, что в холмах Капитолия продолжается, знаете, такая тихая, непубличная грязня, что делать дальше, все-таки концепция не меняется. Руслан, пока мы не отошли далеко от Америки, на этой неделе тоже, ну, по крайней мере, в России бурно, а к концу недели присоединился к этому буйству и Китай, обсуждали Сеймура Херша, который написал и опубликовал свое расследование о взрывах северных потоков. Мол, это американцы, и в 2021 году в конце это все спланировали, то есть еще до вторжения в Украину Джейк Салливан принимал участие в разработке этого плана. Учение под прикрытием заложили бомбу, а потом как бы ее активировали уже в сентябре. Что вы думаете об этом? Насколько, ну вот, как вот будет долго жить эта версия? И понятно, что сейчас снова, да, в нашем разрезе, любимом с вами, только уже на международном уровне, люди и как бы общества поделились на ну там зараду, зарадофилов и там и те, которые считают, что это победа. Но в парадигме не только зарады перемоги, ну перемоги, а еще и вот в парадигме дальнейших каких-то последствий от публикации этих материалов. Вот чего нам ждать и насколько это повлияет в принципе на ход геополитических отношений? Ну, первое. Что меня смутило в этой всей истории? Зачем это США? А нет резона? А зачем? То есть для того, чтобы, скажем так, США что-то с этого поймать, надо очень много времени. Очень много времени, включая строительство, скажем так, соответствующей инфраструктуры, которая бы принимала то количество СПГ газа, которое могут американцы поставить. Даже сейчас американцы ведь предложили по 380 долларов за тысячу кубов. Но есть проблема инфраструктуры принятия. Давайте вспомним, что тема северного потока в американо-европейских отношениях поднималась на официальном уровне. Во время договора Меркель-Байден знаменитого. Там было сказано, что случай прямого вторжения России в Украину в проект Северный поток-2 замораживается. Автоматически его не надо взрывать. С ним ничего не надо делать. Он автоматически уходит в небытие. Ну мы же помним Байдена, который обещал скажите, пожалуйста, взорвать северные потоки. Байден кто обещал взорвать? Нет, ну Байден люди на таком уровне не могут обещать взорвать северный поток. Ему спрашивали. Нет, мы решим этот вопрос. Смотрите, они уже этот вопрос решили. То есть, смотрите, у них уже был подписан договор, где официально Германия и США брали на себя все обязательства. Что этот процесс, что этот проект Северный поток 2 уходит в небытие. Потому что покупатель газа кто? А, какой? Немецкий. Зачем взорвать? Зачем огород городить, понимаете? А вот если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения, скажем так, бабушки Соединенных Штатов Америки, то все становится логичным. Что такое Северный поток 2? Буквально за несколько месяцев до этой всей истории, месяца за 3 или 4, по-моему, глава Газпрома Миллер обмолвился о том, что мы готовы поставлять не только газ, но и водород. И эту информацию частично подтвердил тогдашний глава нах, нафтогаза Витренко, что нам надо перестраивать нашу ГТС, помните, на поставку водорода. Экономическая модель, с которой хотел стартовать Евросоюз в конце 20-х годов, как раз предполагала так называемую водородную экономику. Самый дешевый и простой способ его получить это Северный поток 2. Если Европа начинает это все получать, как можно оторвать Германию от России? Это раз. Второе. Как в таком случае поднять стоимость ГТС Украины? Это два. И как в таком случае обеспечить себе экономический паритет? Американцам в принципе особо не надо было, Саша, еще раз повторюсь, шевелиться. Да, они тоже выступали против Северного потока 2. Давайте вспомним, что первая санкция ввел никто-нибудь, а Дональд Трамп. так сказать, лицензированный агент Кремля по версии его оппонентов. Потому что он агент Кремля, поэтому он против Северного потока 2 тогда ввел санкции. И помните, это на какое-то время приостановило его достройку. То же самое и в администрации Байдена. Постоянно подчеркивали, что в принципе эти северные потоки, что 2, что 3, что 4, что 5. Вы же помните, что тогда доминировала какая точка зрения? О том, что мы идем на зеленый курс, поэтому наш газ вонючий. Делайте, что хотите с ним. Это вот только во время последнего выступления, да, как бы, Байден дал понять, что не все так однозначно. на тот момент ситуация концептуально не менялась. А вот почему это вбросили с территории Соединенных Штатов Америки, тоже понятно. А мы тут при чем? Это же американцы сказали, вот с ними и разбирайтесь. При этом, если взорвали северный поток-2, почему турецкий поток не взорвали? Или это другое? Почему наша ГТС работает в усиленном режиме? Или это тоже другое? Так, так, Херш, прости, прости господи. Я в этом плане, что там США там пелое, или пушист, или кто-то злой. Просто, ну, целеполагать немножко разное. врет? Надо у него спросить. Понимаете-ка, вот смотрите, лауреату полицейской премии кто-то дал информацию, кто-то. Ну, мы же понимаем, что этот кто-то, это вряд ли дворник Копенгаген. Для того, чтобы он эту информацию, скажем так, опубликовал. Имя есть, да? Имя достаточно серьезное. Показывают на США. Американцы, как бы, пожимают плечами. А мы-то, нам-то, нам зачем, реально? Но Сербор уже пошел. И обратите внимание на достаточно неоднозначную реакцию на это в Европе. А как на это отреагировала Европа, Саша? Да никак. Вот именно. А почему никак? Казалось бы, европейские судьи должны... Ёлы-палы. Что же вы тут тень на плетень наводите? Да какой взрыв? Да какие Американцы? А европейцы молчат, однажды о чем-то знают? Они же могли спокойно поддержать или, например, злостно опровергнуть эту концепцию. Но они хранят тишину. А в политике, знаете, иногда лучшее слово это несказанное слово. Да, интересная диспозиция. Посмотрим, к чему приведет. Но вы как-то Китай пропустили с его, скажем так, пасом в сторону этой информации. В Китае верят. В Китае, понимаете, Китай сейчас с Байденом разыгрывают очередной турвальс. Мы уже про шар говорили, да? Как мы с вами закончили интервью, так его буквально сразу же избили. Другой сбили над Аляской. Да, другой сбили, то есть шаромания продолжается. Знаете, вот это вот накручивается. Бывшие американские военные как бы составляют графики вторжений. В Китае рисуют красные линии. Обратите внимание, а как в экономике делать? А, да, еще же последняя тема с ТикТоком подняли. Давайте как бы отожмем ТикТок. Пока идут вот эти все громкие разговоры, которые мы обсуждаем, а экономические взаимоотношения остаются на прежнем уровне как минимум. Не совсем. Очень обеспокоены, очень обеспокоены в правительстве Германии и всячески призывают бить в набат, кричать, что с этим делать. Немецкий бизнес уходит в Китай. В Китай слишком тесные связи. Этого нельзя. А, ну, такая Airbus. Нет, подождите, когда как бы Шольц дважды летал в Пекин, он же зачем летал. Знаете, то, что кричит пресса, это кричит пресса. Смотрим на действия. А, что после этого в Китае осталось? Китай как бы открыл, скажем, все двери европейскому бизнесу, потому что потихоньку, потихоньку он понимает, что американцы будут забирать производство. Ну, тоже не значит, что они взять и, знаете, как коробку. Собрали все, вынесли и все. Больше в Китае бизнеса нет. Нет, так не будет. Это будет определенный процесс. Байдин же об этом говорит. Естественно, китайцам, учитывая, что Евросоюз это один из ключевых торгово-экономических партнеров, надо это делать. Но какое отношение это имеет к ситуации с потоком? Вообще никакого. Шульц уже неоднократно намекал американский бизнес, знаете, как в том старом советском анекдоте, ты определись туда или сюда, а то ты туда и сюда. Ситуация очень сложная в экономике и нельзя терять рынки сбыта. Еще в прошлом году по промышленному экспорту Китай впервые обогнал Германию. Ну, такой фигни при Леониде или Чеммерке лишь не было. Поэтому позиция Шульца и тут и позиция Макрона понятна. Они стараются каким-то образом удержать свои экономические позиции в Китае, потому что это в первую очередь дает Европейскому Союзу деньги, на которые они стараются поддерживать свои социальные стандарты. Причем, обратите внимание, как-то лихим кавалерийским маневром в этом смысле обходится тема коронавируса, который по канонической версии откуда пошел? С Китая. Китай должен быть за это жестко наказан. Ну, тему все замяли. Как говорят у нас в народе, само насралось. Был коронавирус, не было коронавируса, в науке это неизвестно. Да, Руслан, давайте переместимся все-таки на наши поля, поля противостояний, поля сражений. Те же американцы говорят, ну там, Бен Ходжес снова говорит, что в августе Украина вернет себе Крым, дальнобойное оружие обсуждали на этой неделе, как применять. Но новые какие-то взгляды на российское наступление, они ну как бы заполоняют и западную прессу, и в Украине об этом множество заявлений. ну в этом разрезе очень особенно выше и дважды, если не трижды за сегодняшний наш разговор выглядит Пригожин, который дал и дедлайны, и ла-манш. Что бы вы сказали по поводу вот этой истерики наступления, которая кто-то говорит уже идет, которая а другие говорят вот только вот начнется и будет очень тяжелым. Кирби по крайней мере говорит, что будет ну очень кровопролитная весна. Как на фоне наступлений выглядит Украина сейчас? Ну тут бы я сделал больше упор даже сейчас не на линию фронта, а на удары по критической инфраструктуре. На линии фронта сейчас ситуация не поменялась, пока предпосылок к ее резкому изменению я не вижу. То есть фактически продолжаются тактические бои и насколько я понимаю знаете что такое Россия перейдет на наступление как вы это себе представляете взлетает красная ракета 2-3 часа подготовки удар авиации и потом пошли цепи пехоты при поддержке танков не 20 век она сейчас ведется немножко по-другому и то что мы наблюдаем в каком-то смысле можно назвать российским наступлением ну в пределах скажем так линии фронта 20 плюс стратегических задач оно не решает и да я там слышу что ряд российских военкоров пишет о том что вот-вот начнется вот-вот начнется как бы покатимся но судя по тому что произошло в районе угледара эта тактика мало прогрессивна а другой тактики пока нет сами же российские военкоры как бы обсуждая ситуацию под угледаром которую они очень хотели писать пришли к выводу что в принципе в этом смысле ничего не поменялось ни с прошлого года ни вообще ну там очень много специфической военной информации каждый желающий может найти это и сам почитать но результат очевиден то есть с одной стороны да сложная ситуация в районе Бахмута потерян солидар ну скажем так назвать это каким-то стратегическим наступлением с далеко идущими целями я пока не могу до начала весенней распутиться остается в принципе от 4 до 6 недель какой-то особенный обстрел 10 числа да да особенный был обстрел то есть как бы очень жесткий был удар по критической инфраструктуре но насколько я понимаю на ситуацию на фронте он не повлиял то есть ничего такого кардинального стратегического за неделю не произошло чтобы могло сказать что ситуация переломилась в ту или иную сторону например о том что таким образом Россия попытается провести оперативно-стратегическую операцию я пока предпосылок не вижу я пока еще раз повторюсь предпосылок к этому не вижу но возможно я чего-то не понимаю я же не военный специалист тоже профильные военные эксперты они могут разложить ситуацию досконально то что я вижу то что я читаю то что я понимаю говорит мне о том что ни одна из сторон сейчас не готова к проведению даже оперативно-тактической операции не говоря уже об операции стратегического масштаба поэтому очевидно частично правы те которые говорят о том что скорее всего каких-то глобальных изменений или попыток изменения линий фронта стоит ожидать не ранее середины весны по совокупности факторов а не по какому-то одному знать тут хочу-не хочу надо-не надо это уже такой вопрос Руслан ракета над Румынией и ну скажем так опровержение слов заложного румынской стороной о чем нам говорит и собственно вот достаточно ну так достаточно резко это все смотрелось если брать именно вот такие потуги украинской стороны официального Киева это даже самого Зеленского лично призвать НАТО к более решительным действиям я называю это польским синдромом помните аналогичная ситуация в Польше да упали две ракеты ну и что понимаете НАТО как организация от этой войны самоустранилась обратите внимание что вся помощь идет с помощью извините за тавтологию да но это отдельные страны США Британия Франция Канада Польша даже Португалия по-моему два танка пообещала а где же великая могучая НАТО в том анекдоте да где же вождь мирового претерата дедушка Ленин как где Ленин в Польше но так и с этой ситуацией там уже многие говорят о том что Молдавию как бы Молдавию хотят втянуть конфликт там второй как бы фронт чуть ли не десант в Приднестровье ну конечно World of Tanks это хорошая игра но не до такой же степени это больше политический аспект это идет такая знаете тихая вялая девальвация понятия НАТО на конкретных примерах вот как я это расцениваю ну давайте еще обсудим в конце нашей первой части нашей сегодняшней встречи итогов недели мирное движение ну как военное мы широкими мазками обсудили давайте теперь о мире поговорим свежая публикация Михаила Подоляка как бы ответ на то что Москва готова к переговорам без предварительных условий но на основе той реальности которая существует то есть она на основе той реальности понимаете в чем тут тоже ну интересная такая история ну погодите можно можно же договориться о том что войска ставят территорию ну этот этот вариант вообще у нас все отметают и как бы никто не верит ну конечно никто не верит там в дипломатические способности кулей бы мне кажется то есть и вот ну все таки есть дипломатия ну это просто вопрос наверное чуть-чуть не его уровня это уже вопрос президентов как минимум по большому счету внутренне погодите есть внутренние элиты которые задают какой-то тон а есть дипломаты которые там вооружаясь словом да вот пытаются как-то договориться поэтому ну не знаю правильно или нет но давайте вот Подоляк заявил я его зацитирую да классика говорит что любые военные действия заканчиваются переговорами и мы естественно уже говорили мы к таким переговорам будем готовы но только к переговорам без предварительных условий переговорам на основе реальности которая существует сказал он ну и Подоляк на эти слова у себя в твиттере отреагировал что ну вот на такой базе переговоров быть не может своей регулярной риторики о мире переговорах кремль заявляет что не покинет украинские территории и не будет нести ответственность за свои преступления это еще одно доказательство того что о переговорах не может идти и речи только победа Украины иначе война в Европе не закончится и Россия будет преступно господствовать над миром это пишет Подоляк в мире же над которым будет преступно господствовать Российская Федерация другая немного история президент Бразилии выходит и говорит что давайте Индия Индонезия Китай все не западные страны плюс США и Россия будут с позиции мира пытаться прорабатывать ну какое-то решение по Украине и вот заканчивать эту войну я прекрасно понимаю что украинцы да и там часть отбитых отъявленных россиян никто о мире не думает сейчас но есть же какие-то здравые ну там какие-то голоса ведь восстановление территориальной целостности Украины там не знаю взять вот этих товарищей которые там черти что творили в буче и выдать их правосудию где их не будут расстреливать их будут судить по закону выплаты каких-то компенсаций это же ну это же обо всем можно разговаривать наверное вот так кажется в чем не прав президент Бразилии тогда понимаете Саша этот конфликт он же не вчера зародился все что говорят международные посредники это не только президент Бразилии не только президент Франции не только президент Турции не только бывший премьер-министр Израиля или там Папа Римский все правильно ну в чем ключевая проблема ключевая проблема заключается в том что этот конфликт невозможно решить линейным методом какая программа минимум у России наговорить это Донбасс и Крым программа максимум это вот то что они оккупировали на сейчас хотя некоторые российские ура-патриоты говорят что мы будем воевать до победного Киева даже тот же Пригожин сказал что Нонбасс это полтора года а выход к Днепру это три года если эти полтора и три года вопрос достаточно дискуссионный у кого есть у Украины же программа минимум это граница простите у кого есть полтора три года а Украина есть вот тоже вопрос тоже вопрос но не перегружена сама база войны сама идеология войны ни здесь ни там то есть понимаете там воюют чтобы Украина не стала членом НАТО 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 я себе задаю вопрос товарищи господа хорошие а Прибалтика члены НАТО они угрожают а там же тоже как пишет российская пресса там угнетают русских людей издеваются над победой и так далее и так далее и тому подобное так что же с Прибалтики начал сколько там подлетное время ракет Абаза Алиэпай красная гордость Балтийского флота Натальна А Калининград если мы говорим о возвращении склонных земель на том Саша рассказывает что русские склонные земли возвращают а немцы ничего не хотят вернуть ну Пёнигсберг он до 1945 года сколько был в составе Российской империи тире Советского Союза то есть понимаете если идти по этой логике мы не поймем почему началась эта война еще раз я не раз говорил о том что для меня 24 февраля 22 года это одна большая загадка ни одна каноническая версия меня лично пока не убедила для того чтобы ситуацию перезагрузить это наверное тема какого-то отдельного более глобального разговора надо вернуться в октябрь 91 года провести полную ревизию Минских соглашений не тех 2014 года а тех самых первых этого уже не получится сделать только проведя потому что не получится потому что сейчас на передовой на фронте умирают те которые родились уже гораздо позже этого не всегда не всегда я знаете я подсчитываю иногда как бы материалы с обоих сторон где-то 40-45 в основном если мы говорим ну по крайней мере с того что я считаю возраст но проблема даже не в том помнят или не помнят проблема в том что именно там была заложена бомба замедленного действия которая продела все конфликты на постсоветском пространстве абсолютно все понимаете для того чтобы исправить эти крены надо будет их полностью ревизировать и договориться как мы нормально расходимся и как мы дальше живем распад советского союза это был момент когда тогдашние элиты просто сдали свои народы как стеклотаж потом еще и ограбили так называемый приватизация все и дальше каждый каждый сам пошел не имея общих правил игры знаете даже вот в многоквартирном доме существуют какие-то определенные правила игры правила пользования лифтом и так далее и так далее и тому подобное этого ничего не было приписано потому что им тогда это было по барабану знаете в старом анекдоте алло это секс по телефону нет это секс по барабану это дом престарел вот с этого надо начинать и тогда можно говорить о том что в конце тоннеля появился свет а не летящий навстречу поезд для того надо чтобы вышли новые политические элиты по большому счету ведь эта война это проблема Украины и России как они договорятся или не договорятся в дальнейшем на данный момент то что мы наблюдаем это попытка реинкарнации Российской империи полностью один в один они даже этого не скрывают что мы пришли забирать свои земли они уже сами запутались вот мы же в интервью Привожина вспоминали он говорит ну если я правильно понимаю цели СВО помните даже он говорит если я правильно понимаю год спустя да возникает вопрос а если а если нет показатель интервью когда Привожина спросили помните да фига спрашивает слушайте а у вас там в подразделении люди с какой-то нацистской символикой воюют помните что он ответил каждый дрочит кто как хочет не по барабану главное чтобы воевали не надо деноцификацию провести срочно чем нет я к тому говорю Саша что это тоже очень такой знаете интересный исторический парадокс если бы унижение Германии в Версале второй мировой войны не было бы а ведь среди сторонников Привожина насколько я понимаю очень много людей именно знаете такой классической левой ориентации знаете такой национал большевизм если так можно выразиться поэтому очень такие тенденции опасны я жюри перегрузить ситуацию только таким образом можно пока что других вариантов я не вижу да конфликт можно заморозить теоретически выживите что через телеграм-каналы периодически вбрасывают эти темы то Минск-3 то Формула Сальванов то нас аккуратно к чему-то готовят это же не решение вопрос даже выход Украины на границе 91-го года тоже не решение вопрос война идет в головах и пока мы не перегрузим идеологическую составляющую помните пригожина спросили какая у вас он же отъехался ответ он говорил про социальные стандарты про то как должны люди себя чувствовать про социальные лифты но на тему идеологии так и не ответил я очень я построил интервью знаете очень такой знак очень знак на некоторые вопросы у меня это прекрасно тем будет интереснее ответы Руслана Безяева на ваши вопросы которые вы оставили в комментариях к моей публикации в сообщении в сообществе моего канала я так делаю перед нашим разговором с Русланом и вот ответы на вопросы прямо сейчас давайте начинать вторую часть нашей беседы итак друзья сегодня очень много вопросов поэтому извините если будет где-то ну вот сжатый ответ это исключительно для того чтобы как можно больше вопросов от вас дорогие пользователи прозвучало поехали yet another такой пользователь задает понятный вопрос кто победит в войне я бы ответил на этот вопрос скорее никто победит а кто проиграет проиграет все кто скажем так хочет уничтожения уничтожения любой цены а победит в этой войне абсолютно новая идеология на постсоветском пространстве украина восстановит свою территориальную целостность украина со временем вернет полностью свой суверенитет и украина станет балансом между востоком и западом Россия ожидает полная перезагрузка как и весь остальной мир то есть эта война ту которую мы сейчас наблюдаем это ведь только первое действие того глобального процесса который мы будем наблюдать в этом десятилетии закат эпохи империи проиграют все империи а выиграть должны обычные самые простые люди чтобы на ближайшие хотя бы лет 100-200 больше никогда на этой территории не возникали такие да это бог Владимир Иванович или Иванович в общем знаком ли Безяев с планом богоизбранных Шнеерсона нет не знаком очень интересная такая ремарка Макс Чумак зачем приглашать Безяева правды не скажет боится а нести ахинею с умным видом и так хватает кому что бы вы ответили пора создавать министерство правды прямо по уровню а что такое правда я понимаю что часть аудитории хочет услышать то что она хочет услышать и считает что это правда но если бы картина была черно-белой результат был бы другой то есть наше понимание на правде оно жизнится на наших внутренних убеждениях и той внешней информации которую мы получаем но всегда ли та внешняя информация которую мы получаем является правдой если это скажем одним из инструментов манипулировать Ирина каковы реальные цели РФ так называемой СВО в Украине как они понимают свою победу мы частично касались этого вопроса если резюмировать и коротко сконцентрировано дать ответ Ирине на сейчас это заморозка боевых действий на текущей линии фронта и перевод скажем войны в дипломатическое орудие НАТО и так далее и тому подобное для того чтобы хоть каким-то образом хоть частично реализовать концепцию восстановления Советского Союза Российской Империи ради этого с нами как сказал Пригожин даже готовы поделиться Франции Италии и прочее это потом когда Ла-Манш наш будет знаете как в 39 году был такой малоизвестный молодой поэт Каган и вот товарищу Сталину он достал как бы принесли его стих мы еще умрем не мы еще дойдем до Ганга а мы еще умрем в боях чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя хороший поэт был товарищ Куган писал как бы вещи которые тогда были неактуальны тогда как раз начинались первые движения по сближению Советского Союза и Германии которые потом закончились договором о ненападении Диана Романенко правда ли что 28 февраля будет заблокирован Ютуб в России ну об этом пишут но я не знаю то есть пишут что каким-то образом Ютуб в России постарается девальвировать что придет на его место пока а Рутуб не тянет просто я не знаю Саш я не знаю ну очевидно каким-то образом да будет Гугл девальвированный в России будет ли при этом параллельный какой-то Гугл знаете по принципу параллельного импорта ну айфоны же завозят параллельным импортом будет ли какой-то параллельный Ютуб Александр Витцин когда по вашему мнению будет объявлена всеобщая мобилизация и каким последствиям приведет такое решение поддержит ли народ желание правительства воевать в полную силу в Украине я пока не вижу предпосылок всеобщей мобилизации в России об этом говорят но я так понимаю не готовы к этому по разным причинам Сергей Рогачев один вопрос пересмотрите отмотайте назад видео что привез Зеленский из Торне вопрос был задан такой же прямо ответ от Руслана Получин а вот второй вопрос что собирается привести Байден в Польшу Байден собирается привести в Польшу концепцию о том что самый большой слон это американский а не британский поэтому любите нашего слона и будет вам счастье а не будете так у вас права человека нарушаются гендерные права и так далее у ПИС скоро выборов но у партии справедливости порядок справедливость Польши каким-то образом надо пропеклять ну и плюс вопросы как бы вооружения и так далее поляки собираются очень серьезно затариться у США вооружением и хотят скорее всего получить приоритет над Тайвань Галина Боевская почему Украина не допускает Красный Крест для контроля условий и содержания пленных какое наказание на Украине за убийство пленных ну видимо отсылка к видео распространенным распространенному в разных телеграм-каналах с передовой этим занимается насколько я понимаю комиссия в которую входят с нашей стороны Лубенец а с российской стороны насколько я понимаю эти моменты в их формате обсуждаются пока никакой официальной информации по этому поводу нету насколько я понимаю Красный Крест участвует если есть официальная война Семен Гилея если фронт обрушится сбежит ли Путин или спрячется я думаю ни то ни другое скорее всего ответ на этот вопрос мы получим понимая перипетии президентских выборов в России а для меня ключевой вопрос пойдет или не пойдет Путин частично ответ на этот вопрос мы получим 22 февраля когда намечается его обращение там будут понятны хотя бы приблизительные контры пока Путин держит баланс и ближайший год в этом смысле в России будут очень интересные показательные недавно прошла информация что российский крупный бизнес отказался скидываться в российский бюджет на сумму 250 миллиардов рублей и по всему там тоже уже на горизонте национализации а это понравится далеко не всем сбежит он или не сбежит но трудно сказать до 24 года до финала президентской гонки рассуждать об этом мне кажется преждевременно а как будет развиваться ситуация на фронте и что считать в данном случае поражением России даже внутри российского общества однозначного ответа на этот вопрос нет что считать победа что считать поражение идет борьба нескольких концепций в том числе условно Пригожинская против условно Шойговской Андрей Андрей тоже вопрос о Путине задает глядя на успехи армии Российской Федерации за последние месяцы Путина сливают сложный вопрос концепцию сливают однозначно русский мир сливают скажем все военные элиты которые подписались под эту концепцию отойдет ли при этом сам Путин хороший вопрос есть варианты да есть варианты нет я не скажу что это 50 на 50 я скажу что скорее всего более-менее мы начнем понимать туда ближе к оси Минхерц еще раз повторюсь Путин это баланс между разными скажем группами влияния пользователь Минхерц задает такой вопрос почти год идет кровавая война но с Российской Федерацией через территорию Украины прокачивают газ нефть везут сырье тем самым укрепляя врага и получая от него миллиарды за транзит как такое возможно или это не война а договор про сокращение населения с обеих сторон нет это война война достаточно кровопролитная недаром придумали термин гибридная знаете такая отрыжка минских соглашений что при минских соглашениях не так было то есть те же люди которые кричали про аллею ангелов в Донецке упор не говорили о том что был например такой свинарчук гейт помните Глина Воевская считается ли на Украине снос памятников с могилы осквернением кто принял решение по Ватутину у нас достаточно идет интересная внутренняя дискуссия да я тоже не понимаю чем лично Ватутин помешал министру культуры Ткаченко насколько я понимаю за этим всем Саша стоят определенные скажем так конкретные бизнес интересы что-то там построить если спросите мою личную точку зрения то я категорически против следующий вопрос слушала выступление Надежда Борисенко в ООН представителя Пакистана гуманитарной катастрофе в их стране они просят помощи но им никто не хочет помочь уже как год почему Афганистан не закрыли афганский кейс как только закроют афганский кейс так сразу вспомнят о пакистанском народе цинично новый Лилия обыкновенная пишет все и так понятно Россия не отступит Украина одурманенная западная поддержка и будет и дальше пребывать в темноте и мриях Польша трясет страх она подливает масло в вагоне Франция Германия Англия надувают щеки спектакли с орденами Штаты потирать руки подбивая дебет и кредит умиляясь содеянным и с интересом наблюдая какой из братьев держит верх в Бахмуте русский или тоже русский на украинский Так вот вопрос о том что Евгения Владимировича Пригожина и свой план дойти до Ла-Манши Да видимо Лилия обыкновенная обыкновенная интервью Пригожина посмотрел Понимаете это вот концепция знаете последние где-то месяца три может полгода в Россию все чаще звучит знаете такое выражение что идет гражданская война но гражданская война она же может идти в пределах одной страны когда выведу граждане одной страны понимаете а у нас же идет вторжение в законно признанные международные территории как мы отжали часть территории на юге чем мне нравится Евгений Владимирович понимаете он не такой опытный политик у него что в голове то и на языке он своими словами своими вещами назвал это дело отжали самое главное отжать а какое уже под это подвести обоснование НАТО злые американцы англичане инопланетяне защита русского населения на Донбассе Саша вы просили о защите от личного и более миллиона таких как вы которые уехали из Донбасса под контрольную Украине территорию вы просили кого-то защищать от кого-то это же мы еще понимаете до Майдана не дошли в Майдане там ушки России торчат ну просто это не принято обсуждать не-не-не это все американская пропаганда это все нуланд печеньки понимаете и все прочее и все прочее но если бы очень сильно хотела Россия то возможно Майдана бы не было есть разные совершенно другие свидетельства да и в том числе ну обманули да нас Обама обманула нет в том числе почему Янукович сбежал ну вот а куда да да и сбежал он куда а почему он сбежал да кстати как его увозили через Крым там очень много темных тем я на них тоже сейчас не хочу говорить но понимаете пропагандистский как бы посыл понятен то есть проводится прямая логическая цепочка Майдан Крым Донбасс и вот сейчас у нас не было другого выхода есть просто такое правило когда вот борешься с коррупцией да принято выражение главное не выйти на самого себя вот да в результате следствия главное не выйти на самих себя есть просто много таких свидетельств которые там понятно что мы сейчас сфокусированы на событиях сегодняшнего дня но если там копнуть глубже то как говорится не все так однозначно только в другую сторону вот вот это тоже нужно понимать поэтому я стараюсь не давать же черно-белых оценок потому что Саша мы очень много чего не знаем но мы живем в определенном информационном поле которое формирует нашу точку зрения а вот насколько оно правдивое как бы спрашивал один из уважаемых зрителей насколько это вообще правда это же вопрос совершенно другой Иван Грозный спрашивает у вас Руслан как вы считаете Зеленский сделал все чтобы украинцы больше не плакали а только смеялись как он обещал им на инаугурации спасибо я думаю ответ на этот вопрос мы получим после того как закончится каденция Владимира Александровича только тогда когда пройдут определенные процессы в том числе юридические мы узнаем хотя бы частично ответы на эти вопросы сейчас не зная всех этих внутренних подковерных моментов всех этих тайных пружин проще всего встать на какую-то одну точку зрения как говорят у вас цеху топить за ней но это будет неправильно это будет всего лишь одна сторона медали поэтому я думаю одним из результатов этой войны будет глобальный такой разбор полетов что у нас происходило не только последние 3 года 8 лет то происходило 30 лет 30 лет туда мы шли к чему пришли и смеяться с этого результата Вадим Шевчик давайте о подноготной среде экспертной среды очень такой длинный интересный вопрос добрый день я попросил бы Руслана более подробно развернуть мысли насчет политических амбиций Арестовича Датюка и Романенко раньше мне очень нравились совместные эфиры Руслана с Романенко но как я понимаю идеологические расхождения таки произошли стали более кардинальные от себя добавлю что Романенко таки сильно увлекся пиаром Арестовича и его очень спорных тезисов что скажете первое то что мы с Юрой делали эфиры как бы не один эфир в том числе по истории поэтому я вообще не критикую коллег меня знаете очень часто спрашивают а вот что ты думаешь и дальше там троеточие пошел список скажем в том числе постоянных гостей вашего канала Саша поэтому не этично не публично не не публично в данном случае комментировать личность что касается концепции у Юры есть своя концепция прихода там на третью Украинскую республику как он ее видит сейчас это его личное дело и оценку должны давать зрители и избиратели у меня есть своя концепция насколько мы сходимся или расходимся сказать тяжело почему потому что у меня в первую очередь упор на идеологию идет сейчас то есть я считаю что надо перезагрузить идеологию с помощью этого перезагрузить полностью Украину на базе новой идеологии туда как бы все политические экономические социальные гуманитарные аспекты я этим очень занимаюсь серьезно на студии у меня уже даже пошли блоки и по образованию и по медицине и по местному самоуправлению и так далее и так далее и тому подобное поэтому сколько людей столько мнений я не буду публично скажем так критиковать или наоборот хвалить ту или иную концепцию вы сами можете сделать выводы как правило зрители у нас люди критически мыслящие они все прекрасно понимают и могут сделать любой вывод я не буду свои выводы свои мысли в данном случае кому-то навязывать или комментировать но я же говорю у каждого сейчас свой путь и только скажем время даст ответ на вопрос кто в данном ситуации в данном случае каким путем пошел у кого какая была мотивация константин суриков можно ли представителям иностранных государств выступать на майдане с призывом к свержению действующей власти является ли это грубым нарушением международного права ну если мы вспомним 91-93 год в москве то не знаю можно или нельзя то есть вообще майдан это плохо понимаете с первой цветной революции на территории бывшей Российской империи с февральской и заканчивая последними событиями в Беларуси августа 20-го года это все плохо надо понять причины почему это плохо произошло иногда смотреть не только на печеньки и в проклятых англо-американских империалистов еще и посмотреть на себя любимых в зеркале а не торчит ли там такое бревно знаете 12-дюймовое потому что все процессы которые происходили это в первую очередь был же выбор элит внутренний эти внутренние элиты они не появились ниоткуда они не прилетели с космоса как сегодня сказал Плюгожий ну да я был в 91-м году против развала Советского Союза теперь я поменял свою точку зрения молодец да понимаете и у них так же всегда понимаете сегодня кем-то завтра нет вот тогда потому что было выгодно мы думали вот так а вот сейчас это уже не выгодно по этим минстрим другой поменялся теперь это вот так понимаете а как будет завтра понимаете они же с таким же видом Саша ну вы же работали в телевидении вы же помните с каким видом они нам рассказывали буквально там через полгода диаметрально разные вещи со стеклянным выражением лица иногда поднимаешь бандграу того или иного ты же два года назад совершенно другое ты понимаешь Артём Гадоев спасибо что отвечаете на вопросы Руслан в каком состоянии отечественные ВПК жив или мертв или нам это сегодня не надо знать что там Южмаш он работает что-то производит где крылатые ракеты которые успешно испытывал Турчинов я не буду скажем по определенным причинам полностью развернуто отвечать на этот вопрос по понятным причинам мы в публичном пространстве смотрят нас не только скажем граждане Украины но то что я знаю понимаю что ВПК скорее жив чем мертв другое дело что сейчас скажем по ряду объективных субъективных причин мы больше зависим от западного ВПК в том числе из-за финансовых вопросов но тем не менее есть что производить и скажем в сегменте ВПЛА и в ряде еще других сегментов и скажем то что вы упомянули противокорабельные ракеты есть что производить но сейчас это на втором плане исходя из общей ситуации на фронте то есть количество тоже качество недавно выступал по-моему Резников и говорил что нам 6 тысяч снарядов в день надо если я не ошибаюсь я могу сейчас цифра ошибиться но большая цена поэтому возрождение нашего ВПК в первую очередь будет базироваться на чем? на науке то есть мы не должны сейчас профукать науку и скажем в ближайшее время я буду у себя на студии уделять большое внимание развитию украинской науки в том числе военно-промышленного комплекса потому что он концентрирует в себе все достижения надо делать кластер от детского садика до скажем КБ до завода да и так далее это все один кластер от детского садика вот приходит мальчик в детский садик рисует самолет проходит 20 лет как бы он уже встает как бы начинает этот самолетик конструировать вот так по любому как бы направлению и слава богу что есть люди я знаю что есть люди которые каждый день занимаются вопросами науки именно очень серьезными научными скажем так сферами и стараются сделать все чтобы даже в это время мы этого не потеряли и я очень надеюсь что мы этого не только не потеряем но со временем возродим почему со временем потому что надо чтобы пришли люди туда чтобы пришли люди надо чтобы работал тот же детский садик чтобы мы вылезли из демографической ямы это очень сложный вопрос в современной политике все взаимосвязано Знаете, как при пуске ракет. Нёшь чёшь какую-то маленькую деталь из тысячи, и всё бабахнет на старт. Да, Шторм-77 задаёт такой вопрос, даже два. Решится ли Россия на более серьёзное наступление? Кажется, что любой серьёзный ход подобен шахматному Цукцвангу и может спровоцировать даже Третью мировую войну. И в дополнение, опять вопрос про цели, может это захват и создание защитной прослойки из территории Юго-Востока, но тогда они съедят больше, чем могут переварить, и было бы ошибкой сразу включать в состав, ну вот получается, что ошибка включать сразу в состав новой территории. Ну, судя по тому, что назначили Герасимова, я так понимаю, что планы какого-то оперативно-тактического наступления существуют. Ну, планы, они же не тождественны результату. Политически, да, это необходимо. Если мы перевернём шахматную доску и посмотрим на ситуацию глазами российского руководства, да, то нужна какая-то стратегически важная победа. Нужен какой-то областной центр или полная оккупация Донбасса. Вот как минимум я, со своей, скажем так, субъективной дилетантской точки зрения, видел бы это таким образом. Но, как правильно заметил уважаемый читатель, потенциала же может не хватить. Пока что современная российская армия в том состоянии, в котором она находится сейчас, это частично, кстати, подтвердил уже Пригожин. У вас сегодня всё через призму интервью Пригожина. Да. Ну, не всё, как бы, не только лишь всё, да. Не может пока Россия, скажем так, провести какую-то серьёзную оперативно-тактическую операцию. С такой, хотя бы, глубиной 100-150 километров. Это видно даже на перепятиях битвы за Донбасс. То есть, Солидар-Бахмут одна история, Угледар, Маренко, Абдеевка совершенно другая история. То есть, если в официальном, скажем, российском информационном поле, как бы, занятие той или иной деревни превращается в победу стратегического масштаба, то мы можем, как бы, сами сделать вывод. Но политическое руководство, которое стало заложником этой концепции, оно не может дать заднюю сейчас. Да. Поэтому попытаются, как минимум, зафиксировать эту линию фронта, как минимум протолкнуть какие-то там псевдо-минские соглашения. А там, знаете, выборы в Соединённых Штатах Америки, кризис в Евросоюзе, выборы в Британии и так далее, и тому подобное. То, что сама концепция уже не жизнеспособна, они понимают, но у них другую альтернативу. Несколько... Понимаете, в первую очередь война идёт в головах. Несколько слов... А уже производное и всё остальное. Несколько слов в продолжении темы с демографией. Понятно, что тональность сообщения, это явно не друг Украины пишет, но тем интереснее ваш ответ. Что делать с демографической ямой в Украине, и с каждым днём всё больше и больше сирот, инвалидов, вдов. Кто будет всё восстанавливать и строить новое? Будут ли кого-то завозить в нагрузку кредитом на восстановление? Завозить никого не надо, надо просто вернуть своих граждан. Нужна программа репатриации, которую всё время делал Израиль тот же. Для того, чтобы здесь восстановить демографическую ситуацию, для того, чтобы, скажем, обеспечить определённые социальные стандарты и уровень жизни. Это касается не только, скажем, инвалидов, это касается и детей, это касается и людей-престарелых. Надо полностью менять, скажем, модель социально-гуманитарного блока. Начинать надо, скажем, с создания немножко другой экосистемы. Начинать от детского садика, заканчивая домом престарелым. Потом нужна другая экономическая модель. В эту экономическую модель смысла вкладывать нет, она не подтянет социальный блок, и люди сюда не вернутся. Это было видно ещё по тенденциям довоенных. Да. Что касается демографии, знаете, ну, даже девять женщин за месяц не ради от ребёнка. То есть над демографической ямой 90-х до сих пор, скажем так, её изучают, её работают, но из неё ещё не вылезли. Поэтому это где-то два политических цикла минимума. Это где-то минимум самое-то 10 лет, когда можно увидеть первые результаты, когда здесь люди захотят жить не потому, что здесь будет очень богато, а потому, что здесь по совокупности факторов будет комфортно. Именно поэтому я всегда говорю, что должны выйти новые политические элиты. Это люди, которые пойдут за местом в историю, а не за баблом, которое побеждает зло. Которыми не будет давлеть, скажем так, тень старых идеологий. Что национализма, что русского мира, что армии Виры. Возьмите любую из старых идеологий. Вот мы с Вашинским записали буквально вчера две передачи по поводу национал-социализма и фашизма. Тени из 30-х годов. Не знаю, если у вас, Саша, будет возможность разместить очень интересный разговор с очень интересными историческими параллелями. К чему приводит желание стать империей. В последнее время Деминиан, вот так называется, ник пользователя. В последнее время в американских и европейских СМИ все больше статьи о тяжелом положении ВСУ и то, что Украина проигрывает, как пишет колонка New York Times. К чему таким образом подготавливают западное общество? Вот я хочу здесь сакцентировать. Западное общество. Не то, что мы берем западную прессу и тут пытаемся обговаривать. Вот такой акцент делает пользователь. Интересный вопрос, учитывая, что это, как правило, авторские колонки, Саша. Это не мнение редакции, которые очень часто нам пытаются выдать за мнение редакции. Это уже там New York Times, The Guardian, Deutsche Welle и так далее. Собственно, концепция, о которой мы говорили, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в России есть силы, которым по разным причинам, но выгодно, что сейчас ситуация была заморожена. Чтобы 23-й год стал годом перемен. И для этого надо создать, а, определенное общественное мнение, б, объяснить своим гражданам, своим потенциальным избирателям, почему так. Потому что западные миры, США, Европа, они очень много денег вкладывают сюда. При этом постоянно идут коррупционные скандалы. И действующим политикам это каким-то образом надо объяснить. Давайте, как бы мы за все хорошее против всего плохого, так сказать, сокручиваем условную формулу Салливана, а дальше будем посмотреть. Но еще раз повторюсь, во-первых, в этой концепции сейчас нету большинства, а во-вторых, она задачу не решает принципиально. Это всего лишь, знаете, оттяжка неизбежных проблем. Тем более, что, как правило, заметили наши уважаемые зрители, конфликт же, скорее всего, будет разрастаться. Возможно, они хотят более лучше к нему подготовиться, не знаю. Таша Вейер задает вопрос, почему современные войны перешли из Куликовых полей, Ладожских озер в города? Да, это ведет к громадным преступным жертвам гражданского населения. Ну, технически и всех остальных компонентах военное дело так шагнуло. Особенность времени, к сожалению. Пока ничего мы с этим сделать не можем. Войны без жертв и массовых разрушений пока еще не придется. Юрий ЮРМ. Почему такая слабая помощь Турции от мирового сообщества? С чем это связано? Речь наверняка идет о землетрясениях и ликвидации последствий. Ну, я не сказал бы, что она слабая. Просто некоторые страны могли более, скажем так, качественно помочь Турции. Действительно, это трагедия как минимум европейского масштаба. Действительно, надо очень серьезно помогать, пользуясь случаем, выражаясь обрезнования турецкому народу. Помогают даже заклятые враги, да, в Турции. Но те, кто может действительно помочь, пока стоят почему-то в стороне. Возможно, это связано с Эрдоганом. А возможно, связано с какими-то другими концепциями будущего Турции, о которых нам не хотят пока говорить. Но с гуманитарной точки зрения, я соглашусь с уважаемым зрителем, это неправильно. Еще один вопрос Маруси Климовой. Здравствуйте, не считаете ли вы, что идет истребление славян, как украинцев, так и русских? Раньше была Югославия, с 2004 года тотальная европеизация Украины, плюс Томас, уничтожение православных церквей, разведание войны против славянской цивилизации как таковой? Корень всех проблем еще и в себе. Когда-нибудь поговорим еще о Томасе, Интересная там история, в которой не все белые и пушистые, из тех, которые себя представляют. Но корень всех проблем еще раз повторюсь еще и в себе. Если ты даешь возможность собой манипулировать, то в первую очередь виноват ты. Не надо это качество твоих внутренних колит. Виноваты какие-то твои комплексы, да, вот как в Германии было, да, вот была Германия публично унижена после окончания Первой мировой войны, что категорически нельзя было делать. Появился Гитлер. А наши дорогие, как бы, тогда британские и американские партнеры его понесли. Да что такое Гитлер? Ну так это же бастион против большевизма на Востоке. А вы помогали Гитлеру, спрашивая своих исторических? Нет, не, 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 не помогали. Я говорю, а военно-морское соглашение? ОСАР? О Австрии? О Судеты? Это что такое? Это другое? Да. О демократизации Рейнской области. Из этого всего Гитлер так и остался, вы знаете, клоуном, который громко стучит барабаны на противных съездах в Мюрненберге. Но ключевой ответ на вопрос, который я задал уважаемая зрительница, в себе надо искать корни проблем, в первую очередь. Переговорить свое качество и отказаться от психизма. Национализма, империализма и так далее. Ну и точку поставят в нашем сегодняшнем формате ответов на вопросы. Веселую точку, потому что Вячеслав Веселый, так зовут пользователя, он пишет вот что. Руслан, а не кажется ли вам, что Украину после, ну, Украину просто используют, а все остальное спектакль? Знаете, тогда мы имеем дело с очень кровавым спектаклем, которым используют не только Украину, а кого не используют. Мы слышали последнюю конспирологическую версию по поводу Турции, искусственное землетрясение? Если мы так дальше пойдем, понимаете, мы неизбежно выйдем на какой-то всемирный заговор. Длиной в 300 лет. Но я думаю, что порвать эту цепочку можно только самим. Они постоянно, знаете, свои промахи, свои ошибки списывая на внешние факты. Да, они существуют, они важны, они влиятельны, но в первую очередь мы сами. Руслан, я благодарен всем, кто, ну, скажем так, обращается к вам с вопросами. Дорогие зрители, ждите анонсов следующей нашей беседы, чтобы задать свой вопрос. Мы стараемся все по максимуму вопросы оглашать. Есть множество комментариев и ответов на ваши вопросы от вас же, дорогие пользователи. Очень приятно, что вы, ну, скажем так, считаете вот такие разговоры востребованными. Как поддержать, как поддержать проект. Да, мы же, Саша, сделаем когда-то вообще отдельный выпуск, ответы на вопросы. Пускай вам задают вопросы, мне задают вопросы. Может, это и... Ну, может, придем к какой-то истине, как поддержать проект. Итоги недели с Русланом Безяевым смотрите в описании. Руслан, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо большое. Взаимно. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Традиционно от себя желаю добра и света. Увидимся.